МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости 24 в студии Махач Курбанов. Коротко о главных событиях сегодняшнего дня. В Дагестане открылся республиканский межрелигиозный форум. Аграрии Дербенского, Магарамкенского и Хасавюртовского районов собрали больше всего овощей. На автодороге Махачкала-Буйнакск-Клевашигунип идет реконструкция асфальтного покрытия. Задержаны подозреваемые в похищении министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан. Они совершили похищение с целью получения денежных средств в особо крупном размере. Двое жителей Махачкалы, угрожая огнестрельным оружием, похитили чиновника 20 июля примерно в 7 часов вечера. Рассчитывали получить выкуп в размере 100 миллионов рублей. В ходе переговоров сумму снизили до 70. Передачу части денег уже проконтролировали полицейские, сотрудники ФСБ и Росгвардии Дагестана и Кабардино-Балкарии. Во время передачи части требуемой суммы в размере 30 миллионов рублей мужчины были задержаны. В Дагестане открылся республиканский межрелигиозный форум. Принимают участие свыше 200 человек, представляющие три конфессии – ислам, христианство и иудаизм. Ребята проведут на форуме неделю. Для них организаторы подготовили насыщенную образовательную и развлекательную программу. На открытии побывал и наш корреспондент Гамзат Нурмагомедов. База отдыха «Солнечный берег», что в Карабудахкинском районе, вблизи Каспийского моря, в очередной раз принимает у себя участников и гостей Республиканского межрелигиозного форума. На торжественные открытия съехались представители власти и духовенства республики. Почетные гости обращаются к ребятам с напутственной речью. Сегодня хочу всем пожелать хорошего настроения, взаимопонимания, успехов в работе и получения определенных намок друг от друга. Россия – это многонациональная страна разных конфессий, разных национальностей. Люди живут в этой стране. Мы должны привить в сердцах нашей молодежи к любой конфессии уважения и добрые отношения. Уверен, что вне зависимости от того, какой национальности человек или вероисповедания, у них найдутся общие темы для обсуждения и общие интересы. Далее со сцены звучат нашиды, песнопения и стихи в исполнении представителей всех традиционных конфессий. Субтитры создавал DimaTorzok В конце организатор желает участникам форума полезного и приятного отдыха. За семь дней пребывания на форуме молодые ребята пройдут насыщенную образовательную программу, встретятся с представителями власти и знаменитыми спортсменами. Мы хотим привезти сюда молодежь, чтобы они научились дружить между собой, понимать, для чего мы обращаем этот свет и жить в мире и согласии со всем дагестанским народом. Мы можем здесь отдохнуть, отлечься от своих проблем, рабочих и так далее. И очень такую хорошую пользу получить от этого форума, в том плане, что здесь очень интересные образовательные программы, такие интересные встречи, которые в других форумах, на других площадках. Здесь встречаешь людей, которых ты не встречаешь на других площадках и так далее. Для участников организуют поездки в Дербент и Ахульго. В древнейшем городе России они постят крепость на рынке Аллах, историческую соборную мечеть, церковь, синагогу и другие культовые здания различных конфессий. На горе Ахульго ребята осмотрят мемориальный комплекс и ознакомятся с историей имама Шамиля. Познакомиться со всеми, узнать, что там новое о их религии. Разумеется, что-то рассказать, что-то свое, рассказать о своей религии, что-то интересное. И, конечно же, знакомство новое. Это всегда хорошо. И отдыхнуть. В рамках форума для участников устроят соревнования по футболу, волейболу и стрельбе из лука. На форуме созданы все условия для комфортного проведения времени. После образовательной программы ребята играют в спортивные игры, беседуют с друг другом и купаются в бассейне. В горах Дагестана ведется реконструкция дороги, связывающей горные районы со столицей республики. Автодорога Махачкала-Буйнакск-Леваши-Верхний Гунип имеет важное экономическое значение для горных территорий. Реконструируемый участок дороги также обеспечивает связь сел Леваши и Хаджал-Махи между собой. Ремонт дороги обоснован тем, что параметры на одном из участков не соответствуют сложившейся интенсивности движения. С учетом всевозрастающей потребности населения в автоперевозках, интенсивность движения в последнее время в целом по дороге и в частности на рассматриваемом участке заметно увеличилась, что привело к проблемам. Ямы, сетка, трещин мешали комфортному передвижению автовладельцев. На объекте проделана значительная работа. Дорожники построили низовые подпорные стены, выполнен перенос коммуникаций, устройство дорожной одежды и нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Работы продолжаются. С коротким обзором новостей сегодня всех познакомит Ларьяна Шамхалаева. В Махачкале отключат уличное освещение и подсветку. Освещение улиц и подсветку зданий в Махачкале отключат за долги, сообщает пресс-служба Дагестанской энергосбытовой компании. Дак Энергосбыт выявил дебиторскую задолженность юридических лиц столицы на 1 июля текущего года в размере более 500 миллионов рублей. Долг физических лиц составил около 700 миллионов. Долг за уличное освещение Махачкалы превысил 94 миллиона. Над бывшим мэром Дербента начался судебный процесс. В Исентуках начался суд над бывшим мэром Дербента и мамой Яралиевым. Уголовное дело на Яралиева было возбуждено по статье 286. Превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления Уголовного кодекса Российской Федерации. Сейчас имаму Яралиеву грозит до 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Дзюдоистка Заира Атаева выиграла сурдлимпийские игры. Дагестанская дзюдоистка Заира Атаева стала обладательницей медали высшей пробы 23-х сурдлимпийских летних игр. Игры проходят в турецком Самсуне. В личном зачете турнира весовой категории до 78 килограммов наша соотечественница провела 4 схватки. Финальная встреча с турчанкой завершилась результативным броском, определившим окончательную победу дагестанки. Женская ярмарка пройдет в столице Дагестана. Женская летняя ярмарка Вента пройдет в Махачкале. Мероприятие состоится с 28 по 30 июля в Детском мире. В этом году организаторы привлекли большое количество продавцов товаров, одежды, ювелирных изделий, косметики, обуви, керамических поделок и многого другого. Тотальные скидки для посетителей с 10 утра до 8 вечера. Дагестанских производителей приглашают в Крым на выставку мебели. Дагестанских производителей приглашают принять участие в 8 международной выставке мебели. Мероприятие пройдет с 13 по 15 октября в комплексе Ялта Интурист в Крыму. Основные разделы – мебель для дома, общественных учреждений, эксклюзивная мебель и комплектующие. С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте организаторов. Группа компании «Экспо Крым». В Дагестане продолжается уборка овощей, картофеля и плодовых культур. На сегодняшний день овощей убрано с площади 12,2 тысяч ганн при урожайности 367,3 центера с ганн. Валовый сбор составил 451,1 тысяч тонн. Больше всего овощей собрано в Дербенском районе. Лидером по сбору плодовых культур является Магарамкенский район. Картофеля больше всего убрано в хозяйствах Хасавюртовского района. Более 28 тысяч тонн. Ну и под конец курс валюты на завтра. Доллар 59,66 рубля и евро 69,47 рубля. На этот час у нас все. Оставайтесь с нами. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова